Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз и Антон Тельнов. Собственно, тоже я, только помоложе. Три дня, ровно три дня не было видосов, но всё это время я не прохлаждался. Я не закидывал в себя тонны пельменей и пиваса. Я придумывал контент, и моя большая голова родила вот это. На самом деле, я давненько хотел снять подобное видео, но как-то всё не было времени, как-то... Ну и, короче, руки дошли, и вот оно, друзья мои. Почему именно в этой команде я решил стартовать? Почему именно такие скиллы? Возможно, некоторые скажут, Антон, чё-то ты, конечно, себя немножко завысил в скиллах. Я всё объясню, друзья. Есть объяснение. Сейчас всё будет. Приятного просмотра. Лайки, комментарии, колокольчики, подписки. Приветствую. Итак, начнём с объяснения, почему именно эта команда, ФК ЦМЛА. Признаюсь честно, до сегодняшнего дня я даже не знал о существовании такой команды. Но, чтобы прогнать свою карьеру в ФМ, я подгрузил все российские дивизионы. И долго искал команду, которая максимально близко к месту моего рождения. Если вдруг вы не в курсе, я родился не в Туле, не в Майами. Я родился в маленьком крошечном посёлке. Деревня, Знаменка, Морозовский район, Ростовская область. Да, вот такие вот для вас географические открытия. И самая ближайшая футбольная команда, которую я нашёл в этой системе. ЦМЛА. Собственно, даже было дело, что я в детстве отдыхал на ЦМЛАНском водохранилище. Да-да-да, лет так много назад. И поэтому здесь мы и стартуем. Да, здесь я помолодел. Ровно на 10 лет младше. Но остальные параметры такие же. То есть, на самом деле, в 18 лет я был худее килограммов, наверное, на 30. Ну, оставим так, как сейчас, да. Что касается скиллов технических, я сейчас всё объясню. Ауты 2, потому что я ненавидел волейбол. В школе просто кошмар. Дальние удары 6. Ну, это я связал с тем, что однажды, однажды, я когда играл в футбол на школьном стадионе, забил от ворот до ворот, будучи вратарём. Да-да-да, ваши аппорисменты. Дриблинг 4. Ну, я как-то, что-то там, прокидывать умел лет 15 назад. Ну, как-то что-то осталось. Да, финишинг 2. Ну, как бы финишинг совсем стрёмно. А 2, потому что 2. Однажды на уроке физры я не забил в пустые. Убежав с центра поля, мы играли там 3 на 3. И, короче, забить. Игра головы 6. Ну, типа, такой-то головой надо как-то посерьёзнее играть. Штрафные. Всё понятно. Если всё понятно. Опека-отбор. Я, знаете ли, довольно такой, ну, типа, корпусом-то могу, да, как бы, опека-отбор. Пас 5. Пенальти 1 однажды. Опять-таки, мы играли. Что-то там матч был лютый. Я был вратарём. Играли 8-8. Сыграли. Я пенальти не забил. И в итоге мы... Нет, в итоге мы, по-моему, победили, да. Техника 5. Ну, здесь, признаюсь, да. Здесь я многовато себя поставил. Но пойдёт. Агрессивность 10. Однажды, однажды один чувак выпнул мяч прям за поле в наглую. Такой, типа, иди сбегай. Я такой, типа, нифига себе. Я, скорее, насломал ему губу. Ну, так вот было. Да, бывает. Видение поля 4. Выбор позиции. Бла-бла-бла. Это никому не интересно. Импровизация 10. Ну, я считаю, что человек, придумавший говно-красаву, как бы, достойных таких цифр. Интуиция тоже десятку. То есть, в принципе, неплохо, да. Почему? Потому что эту квартиру я купил где-то вот буквально за месяц-два до очень большого подорожания вообще всего жилья. Поэтому, так сказать, интуицию я смог проявить. Но все остальные скиллы... Ну, работа, способность 1, да. И храбрость 5. Но однажды за мной бежало 2 мужика. И я тоже бежал от них. Поэтому храбрость 5. Если кому интересно, что за мужики, можете найти. Где-то год назад я снял про это видос. Можете найти. Вносливость 6. Ну, на самом деле, это я даже, наверное, загнул. Потому что, если я 3 метра пробегу, я уже падаю. Высота прыжка 13. Ну, потому что я действительно высок. Я действительно прыгучий в свое время был. Координация 5. Ловкость. Сила 8. Ну, как бы... Понимаете, да? Ну, а скорость и ускорение я поставил, как тогда. Так сказать, 10 лет назад. И 30 килограмм назад. Потому что я реально очень быстро бегал. Один из самых быстрых в классе был. Широкий шаг. Все дела. Ну, вы понимаете, да? Ну, чтобы хоть... Как ты хочешь? Хоть что-то мой футболист мог. И я не постеснялся нарисовать себе потенциал. Такой неплохой. 150. И вы скажете, Антон, это неинтересно. На самом деле, на самом деле, потенциал в FM еще ничего не значит. Я вам так скажу. То есть, то, что он 150, не значит, что у меня там завтра уже мадридский реал купит. Это означает то, что я могу его достичь. Но если мой футболист из Цимлы куда-нибудь свалит. Какой-нибудь хотя бы... Хотя бы в Коростов. Хотя бы так. Но посмотрим. Тем интереснее. То есть, получится ли стать звездой? Если честно, я думаю, что вряд ли. И знаете, что жалко? Жалко, что в реальной жизни нельзя сделать вот так вот. Допустим, да? И намного было бы приятнее. Но, ладно, оставлю свой реальный параметр. Ну что ж, друзья, мне 18 лет. Моя карьера стартует в ФК Цимла. Четвертый дивизион России. Я играю за бутерброды. Поехали. Так, друзья, прошел год. Давайте посмотрим, каков я был в этом году. 26 матчей, 4 гола. И даже однажды признавался игроком встречи. Ну что ж, приятные цифры. Скиллы. Ну, местами прям немножко-немножко подросли. Опять-таки, да, к тому, что потенциал еще ничего не значит. Потому что в Цимле явно не самые лучшие тренера. Если там, ну, Никита Газизов, например. Не знаю, какой-нибудь отпрыск того самого Шамиля. Не знаю, он у Шамилевича. Есть ли какая-нибудь более подробная информация о нем? Родился в городе Туймазы. Ну, в принципе, на что-то такое башкирское похоже. Но не буду утверждать, оно или нет. Из приятного. Мною интересуется локомотив. То есть, есть шансы вырваться какой-то повыше. Не вырвался. К сожалению, не вырвался. Наверное, потому что забил еще меньше голов. Оф, два. Ну, средняя оценка примерно такая же. Давайте посмотрим, какие вообще места занимает Цимла в чемпионате. Ага. Вылетаем. Нафиг. Понятно, понятно. Правда, не знаю, куда может вылететь Цимла. Потому что все ниже, но уже просто нет дивизиона. Все, это конец. Ну, главное, чтобы это не был и конец карьеры нашего молодого таланта. Это я про себя. Да, потому что бывает часто такое, даже когда на более высоком уровне какой-нибудь, ну, будем откровенны, бездарный футболист остается без клуба. Даже если ему там 20-25 лет, он может закончить карьеру. Российский футбол, что вы хотели. Но давайте промотаем еще несколько годков. Друзья, прошло еще два года. И знаете, я перебрался, так сказать, поближе к Москве. Но не поближе к деньгам. Кстати, я очень сильно похудел. Но, с другой стороны, если зарабатывать ноль, известно, тут как бы других вариантов просто не может и быть. Скорость стала поменьше. Но дальние удары очень сильно забустились. Я не знаю, возможно, я то и делаю, что смотрю на Ютубе видосы с Роберто Карлосом, с Дэвидом Бэкхэмом, с Хаканом Челханаглу и прочими. Если, конечно, хватает денежек на интернет. Между прочим, я таки подобрал Локомотив через Казанку. Даже сыграл один матч. Смотрите-ка. Нет, нет. Один гол забил за молодежку Локомотива и за Приолит в аренде. 16 матчей, 5 голов. Ну, это точно московская тема, я так понимаю. А потом меня на фри подобрали Люберцы. Это вообще что-то серьезное, нет? На самом деле, по-моему, то же самое. Тот же самый уровень, четвертый дивизион. Поэтому, как бы, ну, тоже вылетаем. Ну, да, карьера что-то не... Кто на первом месте? Красава, понятно. Друзья мои, сразу 5 лет я отмотал и обнаружил себя безработным. В 27 лет. Мною интересуется летний дождик. Команда летний дождик. В котором играют такие молодые и красивые ребята. Не знаю, нужен ли им вот такой вот лысак. О, я поднабрал немножко в килограммах. Где-то сколько там? 76 было. Может быть, в какую-нибудь команду серьезную перешел, заработал денег. Пересвет. Ну, Пересвет это богатыри, на секундочку, да? Поэтому, как бы... Я говорил. Неплохая, кстати, была даже карьера в Пересвете. Какие-то голы забивал на каком-то уровне. Смотрите, 40 голов за карьеру. Пятнарик за Люберца положил. Так, я вернулся потом в Приолит и в Пересвет. Обратно. И там я никому не нужен. Но, смотрите, в Сахалинец я бы прям очень не хотел. Знаете, я играю в Геогессер. Кстати, кто хочет видео по Геогессеру, пацаны? Там есть режим угадывания футбольных стадионов. А, 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 давайте. Если это видео наберет 648 миллиардов лайков, я с удовольствием это сделаю. Очень хотелось бы попробовать себя в этом. Ну вот, так вот, я играю в Геогессер. И мне, когда выпадает карта Сахалина, я думаю, господи, почему здесь еще не сняли Fallout? Пропал, но я... Москва. Московский Сахалинец. А, тогда нормально, тогда вопрос не. Тогда хорошо, хочу. Друзья мои, я промотал еще один год. И вот что могу вам с прискорбием сообщить. Я куда-то пропал. Все, меня нет. Помогите мне найти меня. Как там передача? Жди меня, ищу тебя. То есть, все, я... То есть, смотрите, даже... Даже в истории трансферов, то есть, я должен быть, типа, как бы отпущенный игрок или попущенный, но... Даже здесь я себя не вижу. Что? Стоп. Как они... Как они могли его отпустить? Так, ну... А где я? Меня просто нету. Меня просто нету, чуваки. Смотрите, просто... Может быть, я Данила Толстый? Ну, в принципе, подошел бы. Или Данил Лысов? Ну, нет. Меня просто нет нигде. Все, я пропал. Я исчез. Да, вот так вот увезли, так сказать, куда-нибудь в лес. И больше не там Тошки отказались платить ноль долларов. Вот такие вот хитрые ребята работают в Пересвете. Все понятно. Все понятно, друзья. Мы не узнаем, чем кончилась история. Такая вот, знаете, как в некоторых фильмах, открытая концовка. То есть, смотрите, они на первом месте, кстати, идут в чемпионате. Скинули меня и, смотрите, сейчас вот в ПФЛ, походу, выйдут. Без меня. Один из лучших по голевым пасам в этом дивизионе. Я обратил внимание, чувак с очень интересным именем Кевин Четтл. Как бы в этих дивизионах запрещены легионеры. Но он, оказывается, русско-американский футболист. Ничего себе. Со скоростью 4. Вот, знаете, я прям смотрю на это. И мне прям очень хочется какую-нибудь карьеру замутить. Вот на таком уровне начать в каком-нибудь той же цемле или в Клинском Титане. Но боюсь, что люди после ковыряния за Солфорд не вытерпят две подряд карьеры вот в таком вот дне. Поэтому отложим, так сказать, эту идею до лучших времен. И на днях начнем карьеру за ПСЖ или Манчестер Сити. Что-нибудь такое. Ладно, шутки шутками. Но вот исчезновение Антона Теленова это не шутки. Куда пропал? Ваши идеи в комментариях. Самые оригинальные лайкну и поцелую в щечки. Друзья, как-то так. Всем до встречи. Увидимся на стримах или в видосах. Пока стримы каждый день по-прежнему. Развлекаемся. Вчера был очень интересный стрим. Что же на нем было? Такое спросите вы. А вот приходите и узнайте. Пока. Пока.